Покажу принцип магнитного БТГ. Вот можно по такому принципу, можно по такому. Вот если по такому, когда от обмотка не включена первичная, тогда магнитный поток от магнита пойдет вот сюда, пойдет сюда вот, закрывается, тут зазоры, поэтому он тут не пойдет. Потом, когда включится эта магнитная обмотка, подастся импульс тогда. Тут создастся магнитное поле в этом сердечнике. Тут создастся N, допустим, как и тут N, чтобы противостоял. Потому что если тут S, так он просто запомкнется. Тут S. И тут будет уже противостоять поле, которое тут зациклилось. и тогда этот поток пойдет вот тут такое выпилить. Нужно выпилить или проточить чем-то такой зазор. чтобы как бы тут ослабевшее было магнитное поле, а то он весь пойдет всю сторону. Без этого зазора все равно он будет очень сильно, он будет хотеть идти в эту сторону. А так он пойдет вот тут вот и пойдет в нагрузку. через зазор. А вот тут второй вариант. Вот когда не выключено, так тут опять магнитное поле пойдет через тут и тут замкнется, тут зазор она не пойдет. А потом, когда катушка включится, тогда тоже N встанет. И они пойдут вместе через этот вот край вот так по кругу. Линия вот так пойдет и от этого, и от этого вот так пойдет. А так сперва магнитная линия магнитного тут замкнутся и тут не пойдет. Ну а так, по-моему, должна получиться прибавка 1 к 5 где-то, 1 к 4. Берем. То есть усиливает магнитный поток, управляет. Эта обмотка она магнитным потоком управляет, а сама она там много ничего не делает. Грусскую энергию не передает. Ну как и тут. Вот видно, тут такие тонкие, поэтому он пойдет, вот тут зазор пойдет сперва как тут. А потом, когда катушка включится, тогда оба пойдут вот через это. Но тут обязательно эти должны быть тонкие, а то магнит многих толстых весь осадится. Эта катушка не сможет ему сопротивляться и переправлять его. Тут другой вариант тоже зазора. Тут вот тоже вот эта слабо кос...